Итак, официально здравствуйте, уважаемые слушатели. По этой ссылке вы можете получить тот же самый набор материалов, что и я буду вам демонстрировать на экране, хотя это не особенно важно в принципе. Заниматься мы с вами, проходить материал этот, мы можем по любой версии программы, желательно не ниже версии CS3. CS3, CS4, CS5, CS6 и последняя версия CC тоже нам подойдет. Представлюсь так, что меня зовут Инна. Мой имейл находится на экране. Если есть желание мне написать, о чем-то спросить, пожалуйста, я к вашим услугам. И Романова, собакоспециалист.ру. Итак, сейчас я вам представлю три маски. Первая у нас маска называется Растровая. Ключевое слово Растр. Различные варианты по работе говорят о том, что это пиксельная маска или маска слоя. Это все аналоги. Растровая маска или пиксельная маска или маска слоя. Маска может быть как бы и векторная, и растровая, но в 99% случаев человечество имеет в виду именно растровые маски. Так, обратите внимание на цель. Что мы собираемся делать? Скрыть, отобразить пиксели. Давайте я спрошу вот так. Спрошу вот так. То есть вы ничего не видите перед собой сейчас? Все верно. Вопрос следующий. Кидаю его просто в аудиторию. С помощью какого инструмента вы можете убрать пиксели на экране? Уничтожить? Ну, вы же уже подкованы и пришли, нет? Предположите просто. Один человек уже знает, как убрать пиксели на экране. Потому что он у меня был, этот человек. Клавиша Delete на клавиатуре удаляет вам выделенную область изображения? Ну, волшебной палочкой что-то выделили и нажали на клавишу Delete на клавиатуре. Есть такой способ? А локальный инструмент уничтожения можете назвать? Ну, который... Ластик, спасибо, ластик. Так, это был первый вопрос. Второй вопрос уточняющий. С помощью какого инструмента вы можете вернуть удаленные пиксели назад? Есть такой. Могли не знать. Хорошо, могли не знать. Браво, браво. Кисточка историческая, она же архивная, она же восстанавливающая. Ну, лучше говорить архивная кисть, официальная терминология. То есть, это кисточка, которая вернет действие назад. Вот мне Дмитрий тоже подсказывает. Выделение по цвету плюс клавиша Delete. Да, да. Наконец-то, третий вопрос. Фактически, ферриторический. Вы стерли что-то ластиком или применили клавишу Delete на клавиатуре? Замечательно. Вы сохранили документ, закрыли документ и открыли документ. Тут же немедленно, через пять лет, не имеет значения. Вопрос. Можете ли вы вернуть удаленные пиксели обратно? Инструмент History Brush, тот самый, который вроде бы может, он сможет это сделать? Чистая логика, что вам подсказывает? Нет, не может. Вся история, любая история в любых программах, на любой платформе, Mac, Unix, Linux, вообще неважно совершенно. Любая история, хронологическая отмена действия, включая инструмент History Brush, ключевое слово History, это все обнуляется, когда вы закрываете документ. А с помощью маски можете. То есть, что такое маска? Я возвращаю здесь демонстрацию презентации. Что такое маска в первую очередь для вас должна быть? Это инструмент, который вам позволит убрать пиксели, а потом поставить их обратно. На основании этого действия основано огромное количество рецептов, которые, пожалуй, только забивают вам подсознание и говорят о том, что вот так можно, так можно. Это все приемчики, это все интересно, но если смотреть в корень операций, маска может для вас сделать это. То есть, она заменяет собой инструмент ластик, она заменяет собой инструмент History Brush, но в отличие от этих двух предыдущих способов работы, там, ластик и History Brush, маска бесконечно позволяет вам делать это туда и обратно. Вот был живой пример, после которого мне маске пришлось научиться. К нам в город, я из Махачкалы, дело было давнее, приезжала Ирина Аллегрова со своей стандартной прической. Ну, стандартной прической. Я обрабатывала несколько часов ее фотографию, чтобы убрать фон и сохранить вот эту всю пушистость волос. И по желанию заказчика нужно было уничтожить одно плечо. Убрать. Одно плечо мешало, потому что там нужно было информацию о спонсорах разместить. Спонсоров было много, от такси, начиная кафешкой, там, на берегу заканчивая. И все было хорошо. Только пришел клиент, я сохранила документ, закрыла. Только пришел клиент и сказал, что давайте другое плечо. То есть, это плечо мне надо было вернуть. Ну, в общем, понимаете, да. Конечно же, вот мне здесь подсказывают, что можно пиксели закрыть другим слоем. То есть, можно дублировать слои, можно заняться монтажом, можно... Вот все, что вы говорите, все, что вы мне советуете, ребят, это правильно. Ирина, Ctrl-Alt-Z можно сделать, если документ открыт еще. А если закрыт, Ctrl-Alt-Z нельзя сделать. Да, ни Ctrl-Z нельзя сделать ни в одной программе, если он уже был закрыт. В общем, мне пришлось изрядно подсуетиться. И в силу того, что я еще не очень хорошо работала со слоями, мне показали, что можно удалять фон. Это единственное, что я умела. Вместо того, чтобы применить операцию с оригиналом, там, что-то скомбинировать, где-то слямдить, мне просто прошло всю работу пришлось сделать заново. А вот если бы это была бы маска, это заняло бы меньше минуты. То есть, я бы просто плечо откатила бы назад, стерла бы другое плечо. Ну, как стерла, скрыла бы. Вот она, официальная терминология. Скрыть, отобразить. Команду мы с вами посмотрим, пока представляю вам векторную маску. Для той части аудитории, которая, ну, как бы сказать, считает, что шарит в фотошопе нам. Скажите, пожалуйста, ребят, вернее, напишите мне в чат один ответ. Векторная графика в фотошопе есть или нет? Она присутствует. Перо. Перо. На уровне служебных путей, хотите сказать. Или, ну да, я, пожалуй, все сказала, да. Векторная графика в программе фотошоп, ее нет. Какую сеть? Вот нет. Это вопрос я даже публиковал в журнале когда-то. Вы можете заявлять об условном векторе только. Услов, потому что все равно все здесь. Вот текст изначально вектор, Кирилл, я согласна, но он заражен, все равно распадает на пиксели. Правда ведь, Кирилл? Подтвердитесь, пожалуйста, если мы уже напечатали. Да. Вектор для иллюстратора. Все верно, Иван. Все верно. Все верно. Все верно. То есть есть программы, в которых нет распада на пиксели. Это программа Adobe Illustrator. Иллюстра в народе это Coral Draw. Это я, конечно, тут как у вас любовь сложится. Если вы начали с Coral, вы потом на иллюстратор просто не сможете перейти. Вас будет просто тошнит от иллюстратора. Если наоборот, то обе программы осваивайте нормально. В общем, говорить о том, что нормальный вектор есть в фотошопе, мы не можем, потому как присутствует распад на пиксели. Условный вектор – да. И векторная маска – это и есть тот самый условный вектор. Цель совсем другая. С помощью векторной маски вы ничего не скрываете, ничего не отображаете, отложите этот вопрос в сторону. Вы создаете новые пиксели. Скажем так, вам нужна кнопочка для веб-дизайна. Пухленькая такая, блестящая, хотите нарисовать, например. Как вы можете создать кнопку? Вариант растровый – это слой, на котором есть выделение, краска и дальше стиль можно применить. Ну, чтобы было все выпукло, красиво, пухленько, да. А вариант векторный – сразу нарисовать такую круглую кнопку и все. То есть есть готовые векторные формы в программе. Они могут быть простых форм или не очень. И есть инструмент PEN, который делает для вас какую-то заковыристую специфическую форму. Инструмент PEN вообще очень непростой. У него несколько задач, но его прямая задача – это именно создание вектора. Инструмент PEN я еще и отношу к альтернативным инструментам выделения объектов. Это инструмент повышенной точности, невероятно крутой. Он формирует путь, а на основе пути уже создается выделение. Но я не хотела бы сейчас всю эту информацию мешать в одну кучу, поэтому я вам его представлю только как инструмент по созданию вектора. Векторной маски. Инструмент PEN и хочется еще дополнить, есть инструмент готовых векторных масок. Мы его увидим. Пока отличие целей. Здесь в растре скрыть, отобразить, здесь в векторе создать что-то новое, то, чего раньше не было. Так. Третья и последняя маска. Быстрая. Quick mask. Быстрая маска. Цель другая. Команда другая. Все другое. Если вам когда-нибудь в фотошопе хотелось применить инструмент выделения, перед вами, конечно, выбор. Пользоваться инструментом Magic Wand, ну дешево и сердито. Хороший инструмент. Инструмент Quick Selection. Инструмент магнитное или полигональное лассо. Магнитное. Да, все это есть у нас. Инструмент маки, да, примитивное выделение. Все это замечательно. Но у них у всех есть свой характер. Вот. Когда вы устали вообще уже от всего, да, и вам хочется вот так, как бы пальцем вот так вот взять и сказать, вот здесь выделено, вот здесь выделено, а вот здесь вот не выделено. То это быстрая маска. Это идеальный инструмент выделения, который просто освобождает, освобождает. Причем можно сделать как бы первый шаг одним образом, ну то есть создать какое-то выделение, а доработку по краям уже быстрой маской. Особенно этот инструмент примечательен, когда надо взять то, что вы можете объяснить только себе. Фотошоп хорошо иногда работает по контуру. Можно иногда по контуру хорошо обвести изображение магнитным лассо. Фотошоп хорошо реагирует на однородность цвета. То есть когда вам нужно выделить кусок белого фона, как вы будете работать? Каким инструментом? Выделение по цвету. Выделение по цвету, ну как бы Magic Wand, как если рассматривать инструменты, а не команды. Magic Wand просто, да, отличный. Когда вы не можете это объяснить, контур вы не видите. Ну в смысле вы видите, фотошопу не можете объяснить, где у него контур. Контур вам понятен, фотошопу вы это не сможете объяснить. Цвет неоднородный, вот тогда быстрая маска в этом деле помогает. Итак, вот эти три маски, которые имеют совершенно отличные друг от друга цели. Здесь скрыть, отобразить в растровой. Здесь создать векторной. Здесь в быстрое выделение пикселей. Ну да, они так все называются. Слово маска, наверное, наверняка имеет какую-то конкретную легенду под собой. Ну в смысле, почему? Почему, а если они все такие разные, почему их одинаково обозвали? Да кто его знает, да. То есть легендами тут не занимаюсь. Ну, конечно, там у них одна, кое-какая снова у них есть. Например, применяемые инструменты. И в растровой, и в быстрой один и тот же инструмент браш работает. А векторную, наверное, за компанию. За компанию обозвали тоже маской. С чего бы начать? Вот начну с быстрой, мне так хочется. Да, никто же мне не скажет, что нельзя, да. Хочу начать с быстрой. Так, пока запускаем, запускаем, запускаем. Итак, для начала мы с вами откроем документ на рабочем столе. Выполнить, пожалуйста, файл open или как вам больше нравится. Папка, с которой мы собираемся работать сейчас на занятии на рабочем столе. Вебинар маски. Уважаемые слушатели вебинара, если вы хотите открыть любое другое изображение, да ради бога, то есть все, что угодно. Вебинар маски. Вебинар маски. И мне нужно сейчас изображение, которое я собираюсь выделять. Выделять я собираюсь изображение, ну, чтобы это не было долго. Откройте, пожалуйста, изображение под номером 5. Ой, какой кошмар. Так, ну, ладно, ладно, все. Красивая девушка. Некрасивых женщин не бывает. Не совсем то, что я планировала. Ну, да ладно, ничего страшного. Изображение под номером 5 мы с вами открыли. Кстати, вот были бы у нее волосы вот так вот короче бы, вот до сих пор, значительно лучше бы смотрелось. Так. Сейчас я собираюсь выделить кое-что. Выделить я собираюсь следующий клок волос, который располагается вот здесь вот слева. Вот это место. Можете ли вы объяснить сейчас фотошопу, что вам нужно вот это место любым инструментом, каким-нибудь инструментом выделения? Вот. Лассо, да, приходит на ум? Лассо. Лассо. У вас два вида лассо. Вернее, три вида лассо. Лассо магнитное, нервное которое. Давайте мы на них посмотрим. Вот. У магнитного лассо есть лишние мозги. Оно пытается соображать по границе, по контуру. Полигональное лассо какие имеет недостатки? Углы. Углы, да. Оно ровными отрезками работает. Так что, пожалуй, лучший вариант взять просто лассо. Я сейчас говорила вот буквально сегодня о руке бога. Помните? Вот когда надо взять кусок непонятно чего, не очень ровного, не очень... Да, вот обычное лассо было. Но мы, конечно, сюда не за этим пришли. Для того, чтобы сделать, ну, прям все супер идеально, я предлагаю вам сейчас ничего не активировать, ни один инструмент выделения нам не нужен. Я предлагаю вам выполнить команду из меню Select, меню выделить, так оно выглядит. Команда будет располагаться в нижней части, меню Select, называется она Edit in Quick Mask Mode. Это я, так сказать, официально сюда захожу. Так, чуть-чуть поменьше. Вот я стабилизировала экран, показываю. Select, выделить. И команда «Вход в режим быстрой маски» Edit in Quick Mask Mode. Пожалуйста, выполните, пожалуйста. Select, Edit in Quick Mask Mode. Как понять, что мы вообще вошли? Есть парочка индикаторов. Индикатор первый и, пожалуй, основной. Его проверить проще всего. Загляните, пожалуйста, на название вашего документа. Вот здесь. У вас документ под номером 5 идет, да? Quick Mask написано там в названии документа. Значит, вы в нем, да, поздравляю. Как отсюда выйти, если что, нажать туда же, по тому же месту. Команда Select, Edit in Quick Mask Mode. Вот вы оттуда вышли. Просто если страшно, надо уметь и входить, и выходить, как минимум, да? Select, Edit in Quick Mask Mode. Мы вошли. И вот когда у нас в названии документа в скобочках отображается Quick Mask, значит, да, все в порядке. Также понять, что вы находитесь внутри быстрой маски, вы можете хотя бы по панельке History. Вот. Панель History, которая у нас находится, ну, где-то же она находится, да? В данном случае, пожалуй, возле навигатора, если вы так же, как и я, настраиваете интерфейс программы, у вас здесь должно быть написано Enter Quick Mask. То есть я вошла. Если Exit, ну, значит, вышли, да. Enter. Мы вошли. Мы вошли. Затем я прошу вас активировать инструмент по работе, инструмент Brush. Brush обыкновенный. Это кисточка. Кисточка, на которой нет никаких там дополнительных признаков. Кстати, если сомневаетесь, можно активировать инструмент клавишей B на клавиатуре от слова Brush, да? Вот. Активируем с вами кисточку. Помажьте, пожалуйста, помажьте, пожалуйста, ее, помажьте в области волос. Что-то происходит? Нажмите левую клавишу мыши и вот как бы вот помажьте, помажьте. Вот есть что такое, вот, да? Такой рубелитовый цвет называется. Полупрозрачный красный цвет должен начать появляться. Размер кисточки можно увеличивать, уменьшать. Нажмите твердый знак на клавиатуре несколько раз для увеличения размера кисти. Но я вообще в целом, я не против, как вы привыкли увеличивать размер кисточки. Это не принципиально. И я прошу вас создать более, такую вот, более широкую область выделения. Что вы делаете сейчас? Фактически вы выделяете, по самому-то деле. Вот этот красный рубелитовый цвет означает, что эта область очень скоро превратится в выделенный фрагмент. Я хочу выделить вот так. Видно? То есть вот здесь вот кусочек волос, здесь кусочек волос, здесь кусочек волос и здесь кусочек волос. Пушистые края, замечаете, такая растушевочка? Это мягкая форма выделения. Если вам нужно, чтобы выделение было жесткое, у кисточки надо исправить параметр hardness. Параметр hardness в настоящее время отображается на панели параметров в настройке. Помимо size размера есть еще и жесткость края. Hardness 0 или жесткость 0 означает, что кисточка у нас сейчас пушистая. Соответственно, у будущего выделения будет параметр feather, растушевка. Если нужно, чтобы выделение было жесткое, тогда hardness нужно поставить на 100%. Включите воображение. Вот этот розовый цвет означает выделение. А если я где-то сделал нечаянно вот так? Сделайте, пожалуйста. Можно же нечаянно специально сделать, да? Все зависит от цвета кисти, которую вы сейчас используете. Скажите, пожалуйста, у вас активный цвет какой? Черный? Поменяйте цвет кисти клавишей X на клавиатуре. На белый. И пройдитесь, пожалуйста, по тому месту, которое вам не нужно. Работая с инструментами выделения, я обычно говорю о режимах add – добавить, о режимах subtract – уменьшить. А здесь все дело в одном инструменте – кисточка, инструмент, браш. Просто если у вас где-то есть лишний рубелит, лишний рубелит, да? Вот лишний рубелит у меня на экране. Я просто меняю цвет кисти X. Если не любите клавиатуры, вам можно щелкнуть вот сюда, вот на это место. Это вот угловая стрелочка. Она меняет активность цвета. То белый, то черный, то белый, то черный. Клавиша X на клавиатуре меняет свой цвет. И вы можете пройтись сейчас мышкой по тому месту, которое вам не кажется, что нужно держать выделенным. Вот как бы вот такой вот режим в работе у нас. Это по типу ластика? По типу ластика, совершенно верно. Только мы не инструмент меняем, да, получается, а просто цвет кисти. Советую не париться. Вот на этом этапе возникает такое желание. Ой, надо запомнить, белое стирает, черное отображает. Нет, нет, не заработает один цвет, заработает другой цвет. То есть, вот, проще всего запутаться в двух понятиях. В трех уже невозможно. Либо белый, либо черный. Вот, тут доверьтесь, если рубелит идет, значит это выделение. Рубелит не идет, значит это не выделение, да. Кисточка одна и того же цвета. А теперь выходите, пожалуйста, из этого режима. Select Edit in Quick Mask Mode. Выходим. Сейчас вы увидите, что я вас обманывала все это время. Вы делали не выделение, а что вы делали? Исключение из выделения. Отодвиньте от себя колесико мыши, отодвиньте, отодвиньте от себя экран. Видно, что по границе идет вот такой контур муравьиный, да. То есть, сейчас выделено все, кроме этого места. И сейчас у нас будет операция выворачивания выделения наизнанку. Да. Select Inverse. Вот эту операцию я буду просить вас выполнить. Select Inverse. Вот теперь все выделено, как мы хотели. Причем настройки быстрой маски можно изменить на абсолютно прямой характер происходящего. То есть, это изначальная настройка, которую никто не трогал. И поэтому нам требуется выворачивать выделение наизнанку. Select Inverse. Если дополнять это упражнение, зачем мы все-таки это сделали? В какой-то логике придем? Тогда забудьте про быструю маску, мы просто имеем сейчас выделение, да. Неважно, как оно получилось. Давайте закончим этот урок, как блеск на волосах. Ctrl J на клавиатуре. Не от английского слова G группа, а от английского слова J, как Jack. Jack J. Вы дублируете ошметки волос на слой. Происходящее, если в палитре Layers отображается у нас вот так, значит правильно. Вот Ctrl J. Вот такая вот клавиша нам нужна для того, чтобы дублировать выделенный фрагмент в отдельный слой. И следующее действие. Blend Mode, а именно вот это место в палитре Layers, там где слово Normal сейчас у вас отображается. Выберите, пожалуйста, Screen, свечение. Вместо слова Normal, оно же слово обычный, выбираем слово Screen, свечение. Screen, 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 вот так это слово читается, да. Screen, свечение. Информация по слоям предполагается, что она вам известна, да. Если еще неизвестно, мы будем все это делать. Screen, свечение. Что-то случилось, нет? Если непонятно, что случилось, я предлагаю вам включить глазочек и отключить глазочек слоя. Верхний слой, который у вас, глаз на нем, да, вижу-не вижу, вижу-не вижу, что произошло. Причем сам рецепт очень простенький, элементарный, как вы видите. Основан на режимах смешивания слоя таких рецептов вагон и маленькая тележка. Вот, взглянув на начало операции, я хочу просто похвалить быструю маску за то, что она нам сделала. Благодаря быстрой маске мы с вами просто произвели выделение, на этом как бы и спасибо. Включить глазочек, отключить глазочек, это вот как бы то, что было сделано. Закройте, пожалуйста, это изображение. Закройте. Можно не сохранять, я полагаю, да. Давайте рассмотрим быструю маску как доработку. Откройте, пожалуйста, изображение под номером 1. Давайте работать с чем-нибудь нейтральным. Бабочка. Так. Выделите, пожалуйста, бабочку. С усиками. А, я совсем забыла. Да. Я прошу прощения у тех людей, кто испытывает отвращение к насекомым, я не подумала о вас. Там бабочки, там всякие жуки. Можно что-то другое, если хотите. Как бы вы смогли бы выделить бабочку? Может быть, вы взяли магнитное лосо? Может быть так? Я бы как-то селекшн-порт. А вот как хотите, так выделяйте, да. Бабочку выделяем, выделяем, выделяем. И при этом я на своих занятиях, я признаюсь, я нагнетаю стресс у людей. Было такое, да? Что если вы сделаете неправильно, то вы как бы не фотошопер, а мастер фотошопа 80-го уровня, я говорю, или 70-го. То есть я говорю, что надо выделять аккуратно, чтобы работа смотрелась красиво, а иначе это похабная, хамская работа, никуда не годится. А сейчас я наоборот, можно я вас попрошу выделить как попало? Если вы не можете выделять как попало, это уже очень хороший показатель занудности в фотошопе. Я вас приветствую, что вот мы с вами на одной стороне. Да, вот выделите, вот сделайте усилие над собой, сделайте вот прям как попало, с проблемой, с ошибкой. Вот если один усик не получается выделить, это вообще отлично. Заканчиваем, заканчиваем. Сделайте усилие над собой, заканчиваем. Так. И когда выделение не получилось, я считаю, что мои ученики должны пройти путь боли, они должны сбросить выделение и заново. То есть они должны сделать так, чтобы с первого раза все получилось. Ну, потом уже другой преподавателем говорит, что есть быстрая маска на свете, на уровне 2. Вот. Когда вы сделали выделение, я прошу вас войти в режим быстрой маски. Погодите, не спешите, не спешите. Давайте вместо того, чтобы выполнять вот эту команду, вы хотите же выполнить, да? Select Edit in Quick Mask Mode. Ну, я вам показал ее. Замкнув выделение объекта, я прошу вас не выполнять официальную команду, а нажать вот на такую кнопочку на панели инструментов. В версии CS6 это предпоследняя кнопка на панели инструментов. Это и есть, собственно говоря, Select Edit in Quick Mask Mode, только быстрее. Нажмите на нее. Такой прямоугольник с кружочком внутри штрихованным. Вы вошли. Дальше. Дальше. Так. Здесь у нас показано, что Rubelit, да, это исключение из выделения. Все верно. Включите, пожалуйста, инструмент Brush. А дальше, везде, где мы недоработали. Вот, например, я вижу у себя проблему. Я должна эту проблему исправить. Одна рука находится на клавише X на клавиатуре. Потому что если проблема вот такая, наверное, ее надо убрать. Если проблема вот такая, наверное, надо ее убрать. Клавиша X меняет вам цвет по работе с кистью. От этого меняется смысл применения этого инструмента. Вот. Усики должны быть. То есть вот они, усики. Вот они, усики. Размер кисти вы меняете для того, чтобы сделать вашу работу аккуратней. Цвет кисти вы меняете для того, чтобы манипулировать именно вот этим самим смыслом операций. Где-то выделение убрать, где-то выделение добавить. Ну и, конечно, вы теперь видите, что у нас с вами здесь все в Rubelit, кроме бабочки. То есть ничего не выделено, кроме нее. Так получается, да? Если вы создаете, вернее, работаете с быстрой маской на основе уже имеющегося выделения, у вас как бы сразу все готово получается. Так. Осталось только взять инструмент Brush и, работая двумя цветами кисти, черным и белым, довести ситуацию до идеала. Именно вот этим вы и можете заниматься любое количество времени. Потом. Так, здесь не идеально. Поправим, поправим. Вот так. По всему контуру. Исследовать весь контур. Посмотреть, где идеально, где не идеально. Где вам хочется исправить. И если вы всем довольны, выходите из режима быстрой маски, нажав на ту же самую кнопочку, как и вошли. То есть, эта кнопка является и входом в режим, и выходом из этого режима. Так. Готово? Ну, вам должен нравиться результат. То есть, если не нравится, заново вошли, заново работаем. И так может продолжаться, продолжаться и продолжаться. Далее. Далее. Далее пришла, наверное, пора перейти к следующей части работы. Объект по-прежнему выделен. Оставьте его выделен. Да, пусть останется выделен. Объект по-прежнему выделен. И теперь я хочу перейти на самую популярную маску. Предыдущая маска, быстрая маска, она же Quick Mask, нам необходима была для выделения пикселей. Причем этим можно с самого начала заниматься или заниматься, как и коррекцией. Коррекцией уже созданного вами выделения. А растровая маска предназначена для скрытия и отображения пикселей. Можно скрывать любые пиксели в любом количестве. И, наверное, на бабочке мы прямо и продолжим работу с вашего разрешения. Вы вышли из режима быстрая в маске, дальше уже ее касаться работа не будет. Так. Растровую маску мы с вами сейчас добавим. Но есть моменты. Пожалуйста, скосите глаза на палитру Layers. Вот сюда. Видите слово Background? Да. Одно из свойств Background, которые я буду, наверное, так, перечислять. Обычно я учеников прошу учить наизусть. Как можно сказать, чего нельзя сделать на бэкграунде? Помимо того, что нельзя добавить растровую маску. Да, к этому я и веду. Что еще нельзя делать? Пустота невозможна на бэкграунде. Вы не можете физическую дырку там сделать в пространстве. Нельзя добавить стиль. Прозрачность и прочее. То есть целый ряд ограничений. Первичное изображение, которое вы открываете в фотошопе, всегда бэкграунд. Это изображение, которое ранее не обрабатывалось. А чтобы заставить его перевестись в состояние, которое поддерживается фотошопом, да, то есть все эти нюансы связаны там со стилями, с масками и прочим, вам надо сделать двойной щелчок по бэкграунду. Двойной щелчок мышкой, пожалуйста, и подтверждайте действие командой ОК. После того, как бэкграунд перестал быть, вместо бэкграунда мы видим с вами слово лэйр, процедура преобразования это была только что. Это не создание нового слоя, я буду вот на этом делать упор в нашем обучении. Когда вы что-то создаете, что-то появляется. Я буду использовать рынок преобразования. Был бэкграундом, стал лэйером, да. Никто там новый не появился, просто появилось у нас новое понятие из старого понятия. Да, пожалуйста. Если вы изначально, ну как говоря, бэкграунд, не сделали Ctrl-J, не закрыли бэкграунд и начали работать с нового слоя. Ну, у меня нет такой цели. Нет такой цели, да. То есть проекты и так, и так. Да, 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 да. Много же путей ведут к достижению результата. Абсолютно нельзя сказать, что что-то правильно, что-то нет. И так, так получается, да, ради бога, да. Более того, осторожная вот эта работа, когда вы Ctrl-J делаете дубликат, она говорит о том, что вы, вот, прям, это тоже хороший момент, правильно вас поставили на обучение, значит. Всегда заботитесь об оригинале, не трогать оригинал, создавать дубликаты. Это просто манера хорошая. Так, ну, здесь мне нужно это. Так. И добавляем с вами маску. Сейчас будет добавлена маска к этому слою. Но маска, которая учитывает выделение. У вас выделение есть? Есть, да? Просто у нас будет слегка необычная команда. Зайдите, пожалуйста, в меню Layer. Команда Layer. И она же слой на русском языке. Далее мы с вами видим Layer Mask. Маска слоя или растровая маска. Только не промахнитесь, вектор Mask нельзя, да? Layer Mask нужен. Layer. Layer, Layer Mask. Вот первые два варианта. Reveal All, Hide All. Прямой перевод. Отобразить все, скрыть все. Они нам не нужны. Знаете почему? Они игнорируют созданное нами выделение. Ключевое слово Selection. Reveal Selection, Hide Selection. Это тоже маски, но они уже на выделение обращают внимание. Reveal Selection, Hide Selection. Надо было начать с простых вариантов, но мне так захотелось. Какую из этих двух команд вы сделаете? Reveal Selection или Hide Selection? Прямой перевод, смотрите. Отобразить выделенное, скрыть выделенное. Да, я некорректный вопрос задала, да. Я не сказала, что мне надо-то, да? Да, я хочу, чтобы бабочка осталась, все остальное ушло, да. Тогда Reveal Selection. Отобразить выделенное. Нажмите, пожалуйста. Layer, Layer Mask. Reveal Selection. Так. Кое-какие изменения произошли у нас вот здесь. Давайте взглянем на наш слой. Маска, по сути, это трафарет. Трафарет, надо понимать, как черное нету, белое есть. Да? Вот так надо понимать. И трафаретик, этот можно подвергать воздействию кисточки. То есть кисточкой можно по нему рисовать. Но здесь важно учесть два параллельных мира в работе. Видите ли, угловые такие рамочки на трафарете находятся, да? Это означает, что активна маска. А если вы щелкнете по слою, по пиктограммке слоя, по цветной части, это будет означать, что активен слой. В фотошопе всегда есть какое-то одно противное но. Неважно, с чем вы работаете. И это всегда связано с наблюдательностью. Если у вас будет выделена пиктограммка слоя, как будет вести себя кисточка черного цвета? Рисовать черным цветом. То есть кисточка черного цвета будет выполнять свою самую, что есть, прямую задачу. Если у вас будет активно пиктограммки маски, вот тогда мы с вами и будем что-то скрывать. А что-то маска черно-белая? Черно-белая. По ней можно рисовать? Можно рисовать. Кисточкой? Да, кисточкой. Чем же еще? Черным цветом вы будете, стало быть, получается, убирать изображение, а белым цветом отображать изображение. Та же самая кисточка черно-белого цвета, но это уже цель не выделить, а скрыть и отобразить. Вот выбросите из головы быструю маску, чтобы не было никаких с ней аналогий. Убедитесь просто, что пиктограммка с маской находится в угловых таких рамочках. Инструмент Brush мне нужен. Черный цвет нужен. Сделайте вот так. Если инструмент Brush, и если цвет черный, то будет как ластик. Поменяйте цвет на белый, иксом, и там же работаем. Что-то же происходит? Восстановление, да? Черный цвет кисти у вас будет скрывать объект, белый цвет кисти будет отображать объект. Если коротко, на этом все. Мне хочется немного продолжить. Вот именно вот с таким настроением. Я прошу вас этот документ сохранить в формате PSD. Да, куда-нибудь, неважно. Главное в PSD, вот в этом формате. Формат PSD. Сколько нам нужно. JPEG здесь нам все испортит. Сохранитесь, пожалуйста. Сохранитесь. Сохраните. И для чистоты эксперимента закройте, пожалуйста. Сохраните формат, который предлагается по умолчанию. Лишь бы знали, куда, да, помнили, куда сохранились. А теперь открывайте его обратно. PSD-шный документ вот такой синенький. Да. Открываем его. Маска сохраняется, только надо по ней щелкнуть. Момент внимательности, да, не забудьте. Вот здесь вот у вас маска должна быть выделена. И вы можете продолжить подобную корректирующую работу. Вы можете что-то отображать. Вот здесь вот у меня было плохо. Я, смотрите, вот я могу что-то отобразить. А могу черным цветом скрывать, скрывать, скрывать и отображать. Я могу продолжить такую работу в любой момент времени, сколько бы не прошло лет. Только не забудьте щелкнуть по маске и после этого кисточкой черно-белого цвета и вперед. Давайте с вами обсудим также такой момент. Насколько маска мешает в работе при обычном монтаже? Ctrl-O или как-нибудь. Откройте, пожалуйста, документ под номером 2. Или, ну, что-нибудь откройте, в общем, да? Сделайте мне многооконный режим, прошу. Window, Arrange, Tile All Vertically. Или просто Tile All. Многооконку, прошу. Window, Arrange. Ну, два документа одновременно. Как угодно, да? Как угодно можно. Разные способы. То есть я хочу видеть и тот, и тот документ. Если коротко, моя мотивация. Оба документа хочу видеть. Window, Arrange, Tile All Vertically. Ну, Tile начинается. Активируйте, пожалуйста, основной инструмент монтажа. Это инструмент Move. Так, будьте вежливыми. Один короткий предупредительный выстрел по бабочке. Просто короткий щелчок для активации. А теперь схватите ее, тащите ее на птичку. По бабочке щелкнули? Приветственное действие. Move, Move. Вот он, основной инструмент монтажа у нас. Вот здесь вот будет находиться. Предупредительный щелчок по бабочке. А затем схватили, потащили на соседний документ, отпустили. Не забудьте отпустить мышку. После чего бабочка пришла, без фон уже, все верно? Глазами, глазками, скосите, пожалуйста, глаза вот сюда в палитру Layers. Маска висит? Она вам мешала вообще сейчас? Просто не думайте о маске. Давайте что-нибудь еще сделаем. Бабочка, которая находится сейчас на птичке. Ctrl-T от слова трансформация на клавиатуре. Поворот. Посадите на цветок. Enter. Маска вам не мешала, да? Ctrl-T и поворот мышкой. Так. Что еще мы можем с вами сделать? Ctrl-J на клавиатуре, вам уже известно. Копию прошу. Ctrl-J. Если никто не выделен, то весь слой дублируется. Отведите дубликат в сторону Move'ом. Есть вторая бабочка? Она вам не мешала, получается. Маска дублировать слой. Никакому не мешала, да? Ctrl-T и так далее в другую сторону. И сделать вот так, и сделать вот так, и сделать как-нибудь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как-нибудь. Как сделать? Как-нибудь вот так можно сделать в режиме деформации. Маска не мешает никому, да? Ctrl-J на клавиатуре. Покрасьте, пожалуйста, бабочку. Маска вам по-прежнему не мешает, пожалуй, да, выполнять такие действия. На маску можно просто не обращать внимания во время выполнения каких-то ваших действий. Просто когда вы хотите перейти в режим маски, вы должны быть... Должны просто активировать ее иконку. Просто активировать иконку, и это означает ваше желание что-то делать не со слоем, а конкретно с маской. А конкретно с маской можно сделать только два действия, по сути. Скрыть и отобразить. Нет, сразу возьму свои слова обратно. Что с маской можно сделать огромное количество действий, исходя из того, что это изображение. Что можно сделать с изображением в фотошопе? В плане цвета. То есть мы можем с вами рисовать кисточкой, а можем пользоваться градиентом. Можно градиент? Градиент черно-белый есть такой в природе? Да, есть. Ну вот. Можно фильтровать маску. Да. Это винтажное изображение. Это очень красивый урок винтаж по созданию эффекта старого изображения. На маске можно выполнять даже какие-то цвето-тоновые процедуры. Но в основном, конечно, работа инструментом браш. Скрыть, отобразить. Так. Давайте мы закроем это изображение. Можно не сохранять его. Можно закрыть все. Так. На маске у вас будут основаны еще кое-какие процедуры. Откройте, пожалуйста, изображение под номером... Сейчас я посмотрю вообще, что здесь находится у меня. Так. Изображение под номером пусть будет 3. Я прошу добавить маску. Так. Татьяна, вижу ваш вопрос. Не работают комбинации клавиш. Если Ctrl-T мы хотим выполнить, то это команда Edit Free Transform. Вот она. Вот. Edit... Где она? Вот она. Если Ctrl-T не работает, то вот эта операция. Edit Free Transform. В меню Edit находится операция. Тут, Татьяна, проще уточнить, какую именно операцию вы хотите выполнить, поскольку из меня горячих клавиш уже, собственно, столько высыпалось, что я не знаю, что вам сейчас назвать. Если вы хотите выполнить операцию, там, скажем, что еще я говорила, Ctrl-J, то это операция будет Layer New Layer Via Copy. Вот она. Это Ctrl-J. Вот эта операция. Лучше уточните у меня, пожалуйста, какую именно процедуру вы хотите, тогда я вам скажу операцию. Ага, ага. Так. Итак, изображение под номером 3 мы с вами открыли. Это изображение с водопадом. Угу. Я вот прошу вас маску добавить, но делать это с бэкграундом невозможно. Вы его уже... Если нет, то операция с масками будет невозможна до тех пор, пока вы не сделаете двойной щелчок по бэкграунду. Двойной щелчок по бэкграунду. Окей. Слой называть никак не надо. Он этого пока не заслужил. Не надо. Добавление обычной белой маски. Зайдите, пожалуйста, в меню Layer Mask. Видно, что опция Reveal Selection недоступна. Потому что нет выделения. Все максимально логично. Reveal All. Такую выбираем. Белая маска. Reveal All – это белая маска, на которой можно работать черным цветом. А Hide All – это черная маска, на которой можно работать белым цветом. Черным цветом. Да неважно, в общем. Вы можете выбрать или такой, или такой вариант по работе. Потому что все равно вы можете взять кисточку, если там что-то черное, вы можете красить белым. Если что-то белое, может, чтобы не было никакого стресса, все равно. Но в 99% случаев берут вот этот вариант, базовая такая условка. Reveal All – белая маска. Layer, Layer Mask, Reveal All сделали. У нас в палитре Layers вот такая штука должна быть. Вы берете просто кисточку черного цвета и можете часть изображения скрыть. Если у вас кисточка белого цвета, вы можете часть изображения отобразить обратно. Это же получается же, да? Мы это делали уже. Если одним глазом следить вообще за вот этой штукой, то прям видно синхрон ваше действие. Вы видите, что на белой маске появляется черное пятно и стало быть, это не видно здесь. Да, и своими глазами видно, что пропало. Вот, поменяли цвет кисти, отображаем обратно. С этого надо было начать. Это вот, да, чем с бабочки, лучше с этого. Самое прямое применение маски. Я хочу маленечко усложнить сейчас процедуру. Я вот не так давно сказала, что помимо инструмента Brush, мы можем с вами, если поддерживать вот это мое мнение, что вот это изображение белое, которое может быть черным, то, что мы можем здесь проехаться градиентом. Это очень популярный прием в работе, когда вам нужно полупрозрачное изображение. Полупрозрачность в фотошопе, она отсутствует. Например, вот в Корреле есть полупрозрачность, есть такой. В иллюстраторе есть, в векторных программах. Такая рюмочка, специальный инструмент транспаренсы, который к эффектам относится. И здесь может быть, что здесь прозрачно, а здесь прозрачно. А вот в фотошопе у нас как бы такого инструмента нет, есть только вот связка, связка действий. Мы с вами сейчас на белой маске находимся. И включите, пожалуйста, инструмент градиент. Выглядит он так, между ластиком и капелькой. Прямоугольник в тоновой растяжке. Включили. Градиент у нас будет работать так. Сверху мышку цепляете, вниз тащите, отпускаете. Сверху вниз. Снизу вверх. Работает? Вы видите, что у нас происходит? Полупрозрачность. Слева направо, справа налево. У нас нет эффекта полупрозрачности. Но у нас есть маска плюс градиент. Что происходит на вашей маске? Она, как молодежь выражается сейчас, тупо окрашивается. Вот видно, что ваш градиент сейчас находится на маске. И маска у вас окрашивается в черно-белый цвет с эффектом перетекания. Там, где черное, там не видно. Там, где белое, там видно. А вот эта зона серого цвета, это вот как раз-таки полупрозрачность в этом месте. Я прошу добиться следующего состояния градиента. Снизу вверх, наверное, надо сделать сейчас, чтобы получилось следующее. Сверху ничего нет, а снизу хорошо все видно. А теперь я прошу открыть еще один файл. Мы доводим ситуацию до чего-то конечного. Изображение под номером 4. Многооконку прошу. Window, Arrange, Tile, All, Vertically. Изображение под номером 4. И команда Window, Arrange, Tile, All, Vertically. Так. И инструментом монтажа, Move, в общем, Move. И инструментом монтажа просто перетащите, пожалуйста, водопад на горы. Я, ребят, честное слово, я не знаю, что получится. Это не всегда бывает удачный эксперимент. Не всегда. Так, изначальный документ я убираю. То есть, вот так вот вы его Move-ком разровняете. Ну, вместе с маской же, да, он перетащился. Вот он, маска. Ctrl-T, советую немножко подплющить это дело. Вот так, чуть-чуть. А может и не чуть-чуть, может хорошо подплющить придется. Слева, справа, с боков подберите. Ctrl-T, это Edit Free Transform. Я повторюсь под сочетание клавишно. Ctrl-T, это Edit Free Transform. Enter, пожалуйста. Так. Использование градиентной маски, то есть маска, а потом градиент, дало вам полупрозрачную основу для работы. Но доработать дальше вы все равно захотите. Например, я здесь пытаюсь изобразить, что это типа горы, а вот это типа вода, и что она оттуда идет. Вот такая вот была попытка. Но я считаю, что отдельные элементы нужно сделать поярче. Наверное, чуть-чуть вытяну все-таки. Это уже по вкусу, смотрите, преувеличить, преуменьшить. Хочу отдельные элементы сделать чуть-чуть поярче. Хочу как бы кисточкой поцеловать вот эти вот отдельные фрагменты, чтобы они бросались в глаза получше. Поэтому встаем на маску, на масочку, инструмент браш и белым цветом пощелкайте по тем местам, которые должны смотреться поярче. Но я полагаю, что вам наверняка захочется сделать более, ну как сказать, видимыми те элементы, которые сейчас находятся на переднем плане, да? Ну это как бы чувство композиции нам говорит. Вот. Есть ощущение, что кисточка сильно, слишком сильно работает, нет? Вот. Я так не рассчитывала на такой мощный поцелуй кисти. Я хочу, чтобы кисточка у меня работала немножко послабее. Вот. Поэтому мы с вами можем сделать следующее. Кисточку можно сделать слабее. Параметр Flow, он же нажим, вместо 100%, поставьте процентов как по вкусу, 10-15, и кисточка будет работать слабее. Слабее, слабее будет работать. Flow. Вот если мы работаем кисточкой, то вот здесь на маске появляются такие отдельные белые пятнышки, да? Камушки, которые вы проявляете, они видны получше. Видите, вот крапинки такие, да? Черный цвет скрыто, белый цвет отображаете. И это один из тех рецептов, которые основаны на маске. Он вас запутал, этот рецепт? Смотрите в корень. Черное не видно, белое видно. И все, да. Кисточка черно-белого цвета вам позволит в режиме маски исправить это в любой момент. Черное не видно, белое видно. А градиент, использование градиентной маски, это всего лишь пример, как можно получить полупрозрачность в фотошопе. Маска плюс градиент. На маске у вас еще и будут основаны такие рецепты. Можно закрыть это изображение. Как гламурная маска, когда вот такой эффект пудры на лицо делается. Пользуясь случаем, я просто продемонстрирую вам работу, которая где-то у меня тут, может быть, находится. Так. Так, а зачем я сюда пришла? Сейчас вспомню. У вас нет этого комплекта материала, это уже ту-ту-ту-ту-ту-ту. Неужели я удалила это? Жаль. Жаль. Лесон 6? Нет. Лесон 6? Нет. Лесон 5? Тоже нет. Ну, ладно. Ладно. Гламурную маску тогда не покажу. Ну, это готовый рецепт на, можно посмотреть на фотошоп-мастере, как делается гламур тот самый. Ну, имеется в виду полупрозрачный слой кожи, который добавляется на изображение, эффект пудры создает. Тоже основано на маске. Ну, и, наконец-таки, что такое векторная маска? Что такое векторная маска? Я прошу сначала выполнить команду file new, пожалуйста. Напомню вам по нашей презентации, что векторная маска имеет цель создать пиксели. Создание пикселей. То есть ничего не было, а тут вдруг что-то появилось. Не скрыть, отобразить, не выделить, а именно создать. Основной инструмент по работе – это инструмент pen. Можно и векторную маску делать такую большую, но я хочу сначала инструментом pen поработать. Размер вашего изображения небольшой. Ну, скажем, 10 на 10 сантиметров. 10 на 10 сантиметров. Резолюшн можно оставить 72 пикселя на дюйм. Бэкграундовая основа может быть у нас белая, ну, или даже транспарентная. Можно транспарент выбрать. Вот здесь. Вот наши показатели. При исполнении команды файл new. То есть мне нужен просто какой-нибудь документ фотошопа, транспарент, прозрачность, чтобы не формировался бэкграунд. Просто, да, слоевое пространство мне требуется. Пожалуй, эта операция изменит жизнь тех людей, кто хочет заниматься веб-дизайном, но записался только на уровень 1, а на уровень 2 не записался. Конечно, продолжить самообразование я рекомендую там, если вы не пойдете все-таки к нам учиться, это можно в интернете. Огромное количество рецептов, которые объясняют, что такое кнопочки, баннеры, как их создать, в том числе с помощью векторной маски. Сейчас будет пример вот как раз по этой теме. Окей. Ну, а теперь задача. Мне нужна кнопочка в виде сердечка. Будущая кнопка, которую потом люди будут нажимать на сайте. Красивой эта кнопочка станет, за это можно не беспокоиться. Мы просто стиль навесим и все. Styles, стили помните? Палитра Styles, которая находится сейчас в палитре. Ну, у меня находится Color Swatch Styles. Это стили. Но чтобы стиль повесить, нам нужно стиль повесить на что-то. Нам нужна первичная ДНК, как сказать. Это, понимаете, это одежда. Нельзя одежду просто повесить ни на что. То есть тело надо, тело, тело. Мясо надо. И вот это сначала надо, вот я сердечко прошу сейчас как-то вот иметь сейчас. Вы мне скажете, я могу сердечко нарисовать. Можете нарисовать сердечко? У меня просто никогда это ровно не получалось. Сейчас попробую. Сначала я сделаю вот так, потом вот. Одна сторона завалена, да, так всегда бывает. В общем, я сейчас предлагаю вам сердечко сделать с помощью векторной маски. Вот, вот что я предлагаю сделать. Так, я даже обойдусь без инструмента pen. Прошу вас посмотреть ко мне на экран. Давайте даже снизу смотреть, отчитывать инструменты. Внизу лупа есть, зум, размер. Лапа есть, хенд инструмент. И есть инструмент, который напоминает прямоугольник. Ректанжел, да? Как-то так. И среди всех этих инструментов есть форма, 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 форма. И есть вот такая вот ленивая звезда. Выберите, пожалуйста, эту звездочку. Custom Shape Tool, да? Есть. И на панели параметров наверху в списке шейпов, стрелочка там обозначается, вы найдете вот такие варианты. Это далеко не все, что есть в фотошопе. Можно такие шейпы подключать из внутренней библиотеки. Можно такие шейпы скачивать из интернета. Это все мы, если загрузками будем заниматься, загрузки в фотошопе всякие разные есть. Среди них сердечко будет? Да, выбирайте, выбирайте. И как будто вы находитесь, скажем, в PowerPoint, рисуете, удерживая левую клавишу мыши, формируете сердце. Большое, надежное сердце. Цвет не важен. Что-нибудь должно получиться. Вот это тоже с точки зрения фотошопа является векторной маской. Могу даже доказать. Палитра пэтч пути. У вас сейчас отображает путь вот такой? Вот, будьте уверены, это векторная маска. Палитра пэтч пути, которая находится рядышком с палитрой layers. Это как бы альтернативный вариант векторной маски. Если вам нужна готовая какая-то форма, овальная, прямоугольная или какая-нибудь специфическая, вы можете не работать руками вообще, а просто создать этот объект. Это векторная маска. И сейчас мы на эту векторную маску просто... Возьмите что-нибудь, возьмите что-нибудь. Из палитрочки styles. Что-нибудь пухленькое, веселое, красивое, да? Готово? Что-нибудь, что-нибудь. Дело же вкуса, да? Так, какой-нибудь стиль прошу применить. Ну, вот этот голубенький, наверное, будет актуальней всего. Стилий тоже в программе огромное количество. Стилий можно подключать из внутренней библиотеки, стилий можно скачивать из интернета и так далее, и так далее. Ну, вот один из этих стилей нам, наверное, подойдет. Ну, собственно, все, наверное, да. Если это была ваша цель, то это все. Такое изображение мы с вами можем в дальнейшем растрировать, чтобы оно утратило свои умные мозги. И щелкните, пожалуйста, по вашему shape-объекту правой клавишей мыши и выберите в контекстном меню rasterize – растрировать. То есть это просто… Можно было оставить его и в векторном варианте тоже, но если вам привычнее, спокойнее работать с обычным слоем, то растрировать можно. Я к этому веду. Rasterize. Rasterize – растрировать. Растрировать слой. Rasterize. Да, он у вас стал обычным растровым слоем, и после этого вы эту кнопочку уже можете сохранять командой с файл save as, и, как правило, для таких вещей выбирается формат файла png. Если вы будущий веб-дизайнер, запомните, пожалуйста, расширение файлов, все элементы сайта, пожалуй, в нем. Ну, гифки иногда, может быть, что-то еще. Я просто… Как? S-W-F. Да, SWIF. Да, он же… Ну, есть и способы поджать, поджать. Если, ну, как бы, вот не поджимать, то вот так. Более грамотную рекомендацию я вам дать не смогу просто. Я с этим не работаю. Я знаю, что есть в PNG. А что если что-то еще используется, как бы save для сохранения для веб, тоже я ни в коем случае не буду спорить. То есть вы можете сохранить это изображение, а потом вставлять куда угодно. Почему я вообще люблю формат PNG? Перед вами какая сейчас программа находится? PowerPoint обыкновенный, да? В PowerPoint обыкновенном есть команда вставка рисунок. Да, вставка. Да, да, формат файла PNG я люблю за его универсальность. То, что он и туда, и туда, и так, и сяк. А также вы можете вставить то, что ранее сохраняли в формате PNG в Photoshop. Вот так. И это вставляется в офисный пакет и прекрасно себя чувствует. Сделано с помощью векторной маски. Так. Откройте, пожалуйста, еще одно изображение. Я вижу, что пора заканчивать, но откройте. Изображение под номером 7. Поскольку мы не все успеем сделать с помощью векторной маски, в вашей папочке я накидала несколько ссылок. Пусть это не будет рекламой, но мне нравится в последнее время, как устроен сайт Photoshop Master. Я не имею никакого к нему отношения. Я люблю много всяких сайтов. DemiArt люблю тоже. Но вот так получилось, что ссылочки, 4 штуки, что ли, я набросала в вашу рабочую папку. Это все по векторным маскам. Ну, вот, да. Не по растровой, по векторной. Рисуем постер в Photoshop. То есть, если вдруг вам дохочется довести эту работу до конца, она у вас идет вот здесь. Да, вот. Описано. Ну, и что в итоге там получается? Ну, как-то так. Так, векторный Daniel. Да, все. Типа векторный, разумеется. Типа векторный. Включите, пожалуйста, инструмент Pen. Инструмент Pen довольно универсально прошелся сквозь вообще, по-моему, все графические 2D-программы. Он есть и в Corel, и в Illustrator, и в Photoshop тоже имеется. Представляет из себя ручку, такую перьевую, перьевая ручка. Над текстом располагается, над инструментом Type. Включив инструмент Pen, проверьте, пожалуйста, его характеристику на панели параметров. На панели параметров у нас с вами здесь написано путь, да, patch, путь. А нам нужно, если мы хотим делать векторную маску, shape выбрать. Shape. Выбрали. Shape. Выберем с вами покрытие. Fill, заливка. Соседнее место. Черный цвет, прошу. Черный. Ну, есть же там, да, черненький? Черненький. Так. И далее вы начинаете щелкать по границе костюма. Можно, навигация работает, колесико мыши работает, вообще все работает. То есть можно остановиться, там, попить кофе, на следующий день, как бы продолжить работу. Вы начинаете сейчас, как бы, выделять, я не знаю, как правильно, отчелкивать, да, отчелкивать по границе. Он начинает черным цветом закрываться. Вы работаете векторной маской. Поздравляю вас. Пиджачок. Пиджачок. Так, так, так. Идем, 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 идем. Одним глазом в палитру layers смотрим. Видите, векторная маска формируется. Раньше она сразу возникла, а теперь, ну, когда мы готовую шейпу, форму взяли, шейповую, а вот теперь она вот сейчас в процессе. Мы с вами ее делаем, делаем, делаем. Именно инструмент pen я еще и характеризовала, как инструмент, который может создать вам выделение суперточное. То есть путь можно, по идее, было превратить в выделение. Вот. Я прошу, наверное, одну полу пиджака всего сделать, да? Так. Ваша задача вернуться в первую проставленную вами точку. Таким образом, путь замыкается. Все, готово. А рубашка должна быть белой векторной маской. Инструмент pen по-прежнему у вас в руках. Первый путь замкнулся. Да, это все, все замечательно. Поменяйте цвет на белый. Ой, sorry, sorry, назад, 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 назад. Close. Вот. Проверьте, пожалуйста, исторически, что закрыто. Close. Закрыто. Закрыли путь, да? В истории close patch, если попали в эту самую точку, то можно так. Надо найти первая точка, которая была поставлена, в нее нужно попасть, чтобы замкнулся путь. Вот самое, когда вы на нее наводите курсор, в нолик, нолик маленький рядом образуется. А вот у меня написано close, пау. Угу. Начинаем делать путь, но дальше. А, нет, 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 пока не надо. Вот close. Вот мы сейчас на этом действии находимся. Close. Просто он еще не понял, что мы начинаем новый путь. Новый путь. Вот здесь, вот в палитрочке patch он у вас находится. Да, вот тот путь, который вы замкнули. Если он есть, значит, да, значит, мы готовы к следующей части работы. Вот. Когда вы будете дальше продолжать работу, то есть, ну вот, поставьте первую точку на рубашке. Сначала поставьте первую точку, а потом заливку сделайте белую, а то он не понимает, что это относится к новому пути. Сначала первую точку поставили, затем цвет заливки белый устанавливаем и начинаем то же самое делать с рубашкой. Вообще, изменить цвет заливки можно в любой момент. То есть, это не должно быть аргументом, что, ой, я забыл поменять заливку, надо все заново. Нет, нет, нет. И работа ваша в том же самом заключается. Вы отщелкиваете рубашку по границе и замыкаете контур. У вас получается еще одна векторная маска. Инструмент PEN. Инструмент PEN – это уже формирователь векторной маски. То есть, никогда одна специальная операция нам не требовалась для этого. Только нужно вот здесь выбрать решение. Вот одно единственное действие было пропущено. Ну, и это не единственный способ создать векторную маску. Но именно вот этот способ будет чаще всего вами использоваться. Как только вы замкнули один путь, следующий щелчок, видно, что происходит у меня здесь в панельке History. Сейчас покажу вам. Смотрите. Close Batch замкнули путь, а новая проставленная вами точка, она сформирует новый путь. То есть, это все как бы отдельные объекты, получается. Отдельные объекты, влиять на которые можно в любой момент. Вот, передумали насчет пиджака, выделяете векторную маску Shape 1, ну, щелкаете в палитре с по ней. Хотите, теперь передумали насчет цвета, просто поменяйте свой цвет на панели параметров. Векторная маска позволяет вам заниматься перекрашиванием этой части в любой момент времени. Просто на нем встать на это место, ну, вот левое поло пиджака, и на панели параметров менять цвет. На векторную маску можно добавить эффекты, то есть, можно сделать все, что угодно. Из векторной маски можно создать в дальнейшем выделении. Из векторной маски можно потом создать растровую маску, если же на то пошло. Но если мы с вами будем терять нить, то по основной сути, вот это будет плохо. Я имею в виду, что что для вас все-таки сделала векторная маска, белая, ну, в смысле, любой цвет, неважно, какой мы с вами ее применяем, она вам создала этот фрагмент. В отличие от предыдущих масок, она занимается созданием пикселей. Цвет векторной маски можно даже двойным щелчком мыши поменять. Вот просто щелкните дважды по пиктограммке вашего слоя, вот сюда. Можно поменять цвет любой, да? То есть, устанавливать цвет заранее, не хочу, чтобы это опять-таки являлось каким-то, ой, зачем, да, зачем я это сделал, надо было сделать в начале. Ничего страшного, ничего страшного. Но чтобы у нас образовывалась именно вот заливка по, а не просто голый путь, то это вот единственная предустановка здесь делается на панели параметров, что это должна быть shape. Просто путь нам не нужен. Просто путь берется, когда, ну, вы хотите сделать, например, выделение на основе пути. Так вот, shape, именно shape, предустановка у инструмента pen. Она не стоит по умолчанию. В папочку я накидала также вот такой вот вариант, понравился мне. Рисуем реалистичные контроли консоли. Посмотрите, что делают ребята здесь. Шаг один. Это все векторные маски. Мы же можем так сделать. Или shape-ами наклепать, вот эти, которые были примитивные, примитивные. Как сердечко-то получилось, инструмент shape, custom shape. Дальше, 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 дальше. Там стили пошли. В общем, рецепт где-то в начале пути находится. Давайте я лучше вниз. Ну и в итоге что-то вот такое, да, получается. Прикольно? Да. Советую выполнить векторными масками. Ничего не было, а потом что-то появилось, да. Это и есть векторная маска, инструмент создания пикселей. Кстати, мне нравится. Очень качественная работа. Я сама выполню, пожалуй, этот урок. Да. Ссылочка у нас есть. И много, конечно, работы со стилями. Работа со стилями надо владеть, чтобы сделать что-то выпуклым, вогнутым. Тени, где нужно поставить перекрытие, текстурой грамотное сделать. Да. Эта работа должна быть уже знакома. Ну и так далее. Золотая монетка, иконка – это уже попроще. Можно закрыть. Ну, постерный эффект тоже можно довести до конца. Так, Татьяна мне задает вопрос. У меня версия CS6, Татьяна. Если вы хотите узнать версию фотошопа, которую вы сейчас используете, выполните, пожалуйста, следующую команду. Вам нужно зайти в help, помощь и about photoshop. Так вы будете стопроцентно знать, какая версия фотошопа у вас сейчас. У меня CS6, вот такая, CS6. Но так это работает, пожалуй, на всех версиях. Там, может быть, маленькие изменения по интерфейсу. About photoshop. И версия, на которой вы работаете сейчас, она обязательно появится. Уважаемые слушатели, больше я не буду отнимать ваше время. Я очень довольна тем, что я это смогла рассказать. К тому, что хотелось, хотелось. Большое вам спасибо. Задача была рассказать о том, что существуют на свете маски, что они вам только в помощь. Нет лучше инструмента выделения, чем быстрая маска. Нет лучше способа работы по скрытию отображений в пикселе, чем растровая маска. И тот условный вектор, который можно создать и обработать стилями в программе, у вас будет с помощью векторной маски. Команду, правда, layer-vector-mask мы не делали, потому что, как бы сказать, нам не нужно это полотно. Вот инструмент pen все-таки надо выделить как основной инструмент по созданию векторных масок. Всем большое спасибо.